Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, не только глава Микетс, но и праздник Ханука, первый день. Праздник веры. Вообще, основное требование Торы, это верить в существование высшей духовной силы, создавшей мир и правящей миром. Все. Вот все наши проблемы, или там все наши задачи. Ханука, это не только праздник света. Это праздник невозможного. Это праздник победы веры, вот над всеми остальными. Веры над какими-то там рассказами. Когда силы не равны, когда кажется, что все невозможно, шансов нет. Вера все равно побеждает. Настоящая вера побеждает в этом мире абсолютно все. Достичь этой настоящей веры очень сложно. Всем кажется, что верю, но, знаете, это все такое проверять надо. Когда горстка необученных, невооруженных людей решается бросить вызов, победившая весь мир греческой империи, с точки зрения логики и разума нет ни одного шанса из миллиона. Но у них была вера, настоящая вера. И вера в то, что Творец просто скрывается от нас в этом мире. Что он находится над всем, и что если мы верим в него, и вот они верили. Они нашли этого Бога, поверили ему, разгромили империю, захватили Иерусалим, и много всего потом было. Когда человек силой своего духа поднимается над явной материальностью, происходит чудо. А чудо это откровение, когда непроницаемый вот этот вот завеса такая природы, она отодвигается и обнаруживается, что этого нет, а есть только божественный свет. Вообще человек, вот смотрите, если человек верит, то Бог поможет. Отчего тогда на лице такой вот иногда отпечаток несчастья или тревоги? Если вы на самом деле верите, вы обязаны радоваться все время. И никогда не сдаваться. В этом тоже урок Хануки. Знаете, как две лягушки упали, начали биться и тонуть. Одна пессимистка решила, что все потеряно, и утонула в молоке. Оптимистка начала бросаться, биться, там, взбивала молоко, она сбилась и превратилась в сметану. А потом масло, и она спаслась, оказавшись наверху. Расскажу короткую иерусалимскую, такскую, ханукальную майсу. Однажды человек из Иерусалима, который собирал деньги для Ишиф, приехал в Италию собирать деньги, остановился у одного очень богатого человека, который ему посоветовали. Он был поражен, совершенно богатейший такой хрустальный люстрый, мраморный дом. Вдруг он увидел на одной из полок серванта, стоит рядом с потрясающей ханукей, осколки разбитой бутылки. И такое, знаете, странное соседство в таком богатом доме. Хозяин заметил реакцию гостя и говорит, тебе, наверное, интересно, почему? Это самая дорогая для меня вещь, чтобы ты знал. Вообще из всех, которые есть, вот эти кусочки стекла. Ну, заинтересовался, хочешь, я тебе расскажу эту историю? Он говорит, да, конечно. Он говорит, вы знаете, я жил в Голландии, потом переехал в Италию помочь своему деду по бизнесу, потому что он так попросил, он был пожилой. И, к сожалению, он ушел из этого мира, оставил мне свой бизнес. Родители хотели, чтобы я вернулся, но я потихонечку уже начал зарабатывать хорошие деньги, открыл филиалы и постепенно начал уходить от религии. Потом я пропустил как-то утреннюю молитву, потом вечернюю. И так потихоньку ушел весь бизнес. Женился, у меня родились дети, они не получили, как я, уже религиозного образования. И так все происходило до одного случая. Однажды я шел, это был первый день Хануки, я шел по улице и увидел группу ребят, которые играли в какую-то игру. И вдруг услышал крик, вообще какой-то вот такой вот очень задевающий душу плач мальчика. Я подошел, мальчик один рыдал и все время говорил, что я скажу своему отцу, как я оправдаюсь перед ним. И я спросил у мальчика, они говорят, вы знаете, это мальчик из очень бедной семьи. У него родители там скопили денег, дали ему деньги, чтобы он купил настоящее оливковое масло от Хануки. И вот папа ему предсказал, чтобы он нигде не останавливался, потому что важная покупка. Но вот он остановился и разбился, бутылка упала и разбилась. Я смотрел на мальчика, который продолжает плакать, говорит, что я скажу отцу своему. Пошел в магазин, купил бутылку масла, еще большую, чем ту, подарил мальчику. Я видел, как его лицо озарилась улыбкой, я пошел дальше. И вдруг, говорит, что-то в голове у меня щелкнуло. А что я скажу отцу своему небесному, когда через 120 лет предстану перед ним? Почему я убегаю от себя? Что я скажу своему отцу, сидело у меня в голове? Эти мысли они давали мне покоя, поразили меня. Я собрал эти осколки стекла, пошел в бутылки, вернулся, положил домой. На следующее утро, на удивление жены и детей, я зажег ханукальную свечу, чего не делал много лет. Потом зажег другую, третью. И так постепенно я вернулся к религии, и вот сейчас вот ты видишь меня сегодня. Вы знаете, каждому из нас через 120 лет придется предстать перед небесным отцом. И вот этот вопрос, что я скажу отцу своему небесному, как я оправдаюсь перед ним, он должен волновать человека всегда. В хануку, правда, все должно радовать. И все-таки давайте подумаем вот об этой истории, и о том, что самое лучшее время хануки, это вернуться к отцу небесному. Брахава Ацлаха, всего самого лучшего, ханука Самеях, и вообще самой замечательной недели.